Привет. Я, собственно, хочу сказать спасибо Максу. Мы работаем с Максом в одном проекте, программе, можно сказать, поэтому я, наверное, основную проблематику пропущу. Единственное, хочется, наверное, все-таки остановиться на что такое бизнес-critical solutions, с моей точки зрения, и провести некоторую параллель между критической инфраструктурой, то есть в качестве стандартного распространенного термина, это определенные понятия, которые описывают, скажем, некоторые активы, которые существенны или, я бы сказал, наверное, наиболее определяющие для функционирования общества и экономики. И если мы говорим о solution, то мы их делаем, в принципе, для каких-то систем, и если мы говорим о критичных системах, то их тоже бывает там несколько видов, это вот safety critical, mission critical, business critical and security critical. Поэтому мы, я не буду сильно тут уходить, подробности можно почитать, важно понимать, что мы не, ну, как бы наши решения не связаны с жизнедеятельностью или обеспечением жизнедеятельности или каких-то там, скажем, управления маршрутом или автопилотом самолета. Мы занимаемся бизнес critical, но в то же время, как Макс сказал, мы представляем, наверное, вот интересы заказчика, который крупнейший, ну, является крупнейшей биржей. И сама эта организация по себе, она является элементом критической инфраструктуры. Поэтому мы фокусируемся на том, что это, ну, решения должны соответствовать высокой планке. И важно определиться, вот все-таки, каким образом мы подходим к оценке требований, оценке рисков и, ну, связанной с этим активностью. Очевидно, что у нас есть функциональные, нефункциональные требования. И вот в этом ключе хотелось бы подсветить, что мы фокусируемся именно на нефункциональных требованиях. Во многом функции более или менее предопределены, особенно с учетом существующих систем или там существующих устоявшихся регуляций, правил бизнес-процессов. Но важным также является то, как эти, ну, отвечая на вопрос, как оно будет функционировать, часто густо мы встречаемся вот с определенными такими постулатами, когда клиент декларирует, что, например, ничего не должно быть удалено физически, в принципе. Все действия, все операции должны быть зарегистрированы. Ничего не должно быть утрачено после какого-то, ну, скажем, выхода из строя. И также мы должны обеспечивать какое-то минимальное время восстановления, вот, декларируется меньше 10 минут. То есть это довольно-таки, ну, требовательные в каком-то виде, можно сказать, требования и сценарии. Поэтому хочется, так сказать, за них браться и при этом остаться человеком, чтобы не было не стыдно смотреть в лицо за ту работу, которую, собственно, мы делаем. Вот в плане важных аспектов мы говорим о том, что у нас уже существует энное количество систем, у нас существуют, ну, какие-то... Я бы свел это в три такие основные множества запросов, которые нам необходимо решать комплексно. Первый вопрос – это, собственно, техническая трансформация, когда клиент хочет, ну, поближе к чему-то современному, молодежному, ну, не в контексте просто хайпа, а в контексте своих потребностей уже абсолютно оформленных. Следующий момент – это какая-то бизнес-трансформация, когда происходят определенные процессы изменения их, ну, скажем, обычного бизнеса, и им необходимо реагировать на вызовы. Плюс есть определенные какие-то замечания к существующим функционирующим системам. То есть, ну, это еще дополнительная сложность в то, вносит определенную сложность в то, как правильно подходить к построению и, скажем, миграции на новые рельсы, новый технологический уклад, скажем, и как с этим быть. И вот здесь хочется подсветить, что у нас, в принципе, миграция, она может быть довольно таким центральным элементом, который важно тоже правильно спрогнозировать и спланировать. Вот я просто тут, да, два слова буквально о своих соображениях, когда я подходил к докладу. Мне не очень понятно, вот, на самом деле, целевая аудитория, и не очень понятно, что за 20 минут можно рассказать. Поэтому я здесь постарался набросать основные такие поинты, которые могут помочь людям, которые столкнутся вот с такого рода задачами, сориентироваться, какие вероятные риски или с чем можно, по сути, иметь дело, ну, и какие-то стандартные жизненные рекомендации. Поэтому здесь буквально тезисно вот по типам миграции. Мы говорим, что, сори, еще один важный вопрос, я быстро пропустил предыдущий слайд. Важным аспектом вот в контексте моей работы является именно Persistence Layer. Когда мы говорим о том, что, ну, что-то вышло из строя, и поднять там новый Docker-контейнер или, ну, какой-то Worker Stateless, это одно дело. Другое дело, когда мы должны гарантировать сохранение состояния. И вот основной аспект, как бы, в моей работе, он, в принципе, и на этом сфокусирован. Поэтому, возвращаясь к типам миграции, мы говорим о том, что есть гомогенные, гетерогенные, гибридные миграции. Гомогенные, как правило, они не связаны с изменением, там, скажем, модели хранения, СУБД, еще чем-нибудь. То есть это, по сути, такой рехостинг. Но часто густо от таких гомогенных миграций value какое-то для бизнеса может не произойти, потому что они тоже, эти гомогенные миграции, делятся на два типа. Гомогенные миграции с рехостингом, когда мы просто переезжаем в клауд и там выделяем себе какую-то тачку, и просто используем, ну, какие-то возможности клауда, ну, по старому методу, да. И более-таки, скажем, сложные миграции гомогенные, это вот с рефакторингом или реархитектурой. То есть здесь тоже важно очень обращать на это внимание и, в принципе, планировать это. Sorry, force majeure. В общем, следующим типом миграции являются полные миграции. Это, ой, sorry, я перескочил. Гетерогенные миграции. Это когда мы полностью должны перейти на новый класс моделей, там, СУБД и так далее. Ну, и гибридные – это как совмещение. Sorry, у меня тут посторонний шум не запланированный. И гибридные миграции, когда мы, в принципе, совмещаем гомогенный и гетерогенный. Дальше я хотел бы остановиться на возможных операционных сценариях, которые, ну, вот по нашему опыту мы встречали. Это parallel run, когда нам необходимо обеспечивать, продолжать обеспечивать работоспособность существующей системы и начинать некоторые ее функции, как бы, реализовывать средствами нового стека. То есть full migration – это, в принципе, одномоментный, когда мы понимаем, что мы можем в один момент переехать, ну, скажем, с одного стека полностью на какой-то новый. Ну, в наших реалиях это почти, ну, в смысле, в наших реалиях это невозможно, но иногда такие случаи встречаются. И partial migration, когда часть систем целиком переезжает, тогда, в принципе, parallel run не нужен. Необходимы какие-то точки сопряжения, ну, скажем, в коммуникации этих систем в новой инфраструктуре, в новой среде. Среди, вот, отдельным хочется выделить data flow сценарии, скажем, это сценарий потоков данных, который у нас будет возникать в зависимости от того, какие у нас операционные сценарии, я бы сказал. И, в принципе, вот такие самые распространенные ходовые – это initial data loading, когда мы, например, имеем full migration, нам необходимо перенести данные целиком из какой-то лего-системы в целевую. Так, у нас могут быть change data capture, это когда мы все изменения в лего-системе должны зеркалировать в другой гетерогенной среде, но как бы в режиме близкому к реальному времени. Так, и гетерогенные двусторонние взаимодействия, предположим, когда у нас происходила частичная миграция, часть вещей у нас осталась в лего-систем, предположим, Oracle, да, и часть новых решений у нас уже переехали на новые рельсы, но способы работы для старых систем остались все те же. Скажем, если Oracle раньше использовал дебилинки, они и продолжают, ну, как бы использовать этот способ интеграции, и есть вот способы, например, с гетерогенными дебилинками, когда Oracle может подключиться к Postgres и выполнять, ну, селекты там, или какие-то DML, ну, даже и вызвать там проки, довольно прозрачно, как будто это в рамках единой среды. Важным аспектом любой миграции это сохранение истории, то есть той накопленной истории, которая у вас по факту есть. И тут интересный еще момент, что когда мы делаем вот такие вот трансформации, они, как правило, связаны с какими-то недостатками существующей системы, так, и в результате нам необходимо учесть в рамках этой миграции не только, скажем, ну, переезд на новый технологический уклад, но и какую-то структурную трансформацию, когда мы, по сути, должны и модифицировать, например, схемы данных или там способы работы с данными. Это тоже там крайне важно. Так, потом, ну, немного хотел подсветить Temporal Data Models. Тут буквально один, наверное, слайд. Вот для того, чтобы отвечать на вопрос, как жить в среде, когда мы не можем удалять данные, и при этом, ну, технически обеспечить высокую производительность, скажем, вот, это очень старый подход, по сути, это использование Temporal Data Models. Их переводят часто или темпоральные, или временные. Важно понимать, это не временные, а именно временные. И здесь в теории есть три способа проектирования, ну, в реале их два. Вот я крестиками, то есть плюсиками отметил те, которые реально, ну, наверное, полезны и имеют место, имеют какое-то реальное место в реальной жизни. Унитемпорал, да, с одним временным измерением, битемпорал – это с двумя измерениями, ну, и тритемпорал – это с тремя временными измерениями. Вот я в своей жизни, откровенно скажу, никогда не использовал третий способ. Первые два использовали довольно часто, именно в консервативных способах моделирования и проектирования, моделирования, где необходимо гарантировать, ну, как бы полные аудиты, прозрачность, скажем, всех тех действий, которые происходят. Здесь я попытался на слайде указать, ну, вот, концептуальное, скажем, такое описание, когда у нас одна сущность имеет… Сори, еще один важный момент. Вот можно встречать в теории и реально на практике, там, в базах данных, в конкретных СУБД, точнее, разные способы именования одного и того же. Но, по сути, там все строится вокруг двух-трех концептов или названий, скажем, это транзакционный срез, то есть это когда непосредственно системное время, когда происходили эти изменения, время жизни записи в рамках технической, скажем, временной шкалы. Вот в моем ключе я это использую как valid range. В некоторых, там, теоретических учебниках можно встретить, что valid – это скорее бизнесовый какой-то контекст, когда, ну, мы пытаемся заложить какой-то набор записей на будущее, и мы говорим, что они начинают действовать, там, с моментов в будущем. И valid там описывает именно, вот, применимость к бизнесу. Вот, по моему опыту, часто и практически везде мы использовали valid и effective для этих целей. Valid именно транзакционное время показывает, effective – это бизнесовое время, сроки жизни и влияние записи на реальный бизнес. Вот, и здесь на слайде, ну, на картинке я попытался показать, вот, разрез именно effective range. Такую же механику имеет, в принципе, и valid range. Не хотелось усложнять. Мы говорим, что для некоторой сущности существуют там три фактические записи, которые имеют разное состояние на разные моменты времени. Так, в чем сложность имплементации вот этой темпоральной модели? По сути, мы говорим о том, что у нас должна быть некоторая механика, которая обеспечит согласованность вот этих изменений, независимо от того, где мы хотим это производить. То есть это мы делаем на уровне приложения или, допустим, мануальной операции по изменению данных. И здесь важно, что если мы логику поддержки вот этих условно-технических измерений временных положим на ответственность клиента, надо понимать, как мы будем с этим работать вот на стороне, ну, скажем, чистой базы данных без использования этого приложения. Нам необходимо сохранять тоже поведенческую модель для всех команд. Вот мы четко понимаем эту потребность в рамках микросервисной архитектуры. Как Макс сказал, мы там глубоко работаем с этими микросервисами. И, в принципе, вот довольно сложно, не имея единой системы работы с вот этими темпоральными моделями, обеспечивать одну и ту же поведенческую модель для разных команд. Дальше в качестве такого дополнительного, как бы, ну, неудобства, наверное, это необходимость расширять доменную модель дополнительными техническими атрибутами, которые могут использоваться в том числе как и предикаты соединения и фильтрации. Потом интересным аспектом является в микросервисной архитектуре, в принципе, как и, ну, наверное, в любой, я не знаю, трехзвенной архитектуре, когда у нас есть некоторый аппликейшн, он является медиатором между непосредственным клиентом, который делает эти модификации, и слоем хранения. И нам необходимо вот в случаях удаления записей, физического удаления у нас нет, но операция такая существует, так, нам необходимо передавать, по сути, атрибуты реального актора, бизнес-актора, который выполнял это действие. Ну, и вот, к сожалению или к счастью, не знаю, особенность такая, что вот с этими бетемпоральными моделями не очень любят, в принципе, работать, поэтому и фреймворков, одно время там были попытки разработки таких фреймворков, но актуальных, скажем, каких-то более или менее лаконичных фреймворков для такого класса проектирования я не встречал. Ну, вот мы пытались разобраться, найти, может, что-то добавилось, но не нашли. И отдельно еще хотелось бы вот в продолжение того, что рассказал Макс, когда у нас есть некоторое конфигурирование, вот тоже подсветить, что вот те энтерпрайсы, которые считаются там, по сути, закостенелыми, неповоротливыми, они тоже уже стремятся делать свой бизнес более адаптивным, более, скажем, динамичным таким, и, в принципе, у них вот эта гибкость в структурной конфигурации, в поведенческой конфигурации, она выступает, в принципе, ну, таким жирным-жирным каким-то требованием или, ну, ожиданием, поэтому вот просто хочется подсветить, что, вероятно, ваш потенциальный клиент тоже будет хотеть иметь такую гибкость в контексте структур, в контексте реакции поведенческой на изменение этих структур, ну, и, собственно, так далее. Постараюсь вас не утомлять, вроде по времени должен был вложиться. Спасибо.